Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Основные причины происходящих трагедий на воде – это не умение плавать, правильно вести себя на воде, не умение, переутомление, перегревание, употребление спиртных напитков во время отдыха на берегу водоемов и оставление детей без присмотра у воды. С начала наступления теплой погоды на акватории Самарской области уже есть трагические случаи – вода ошибок не прощает. Поговорим о безопасности на водных объектах и о том, какие самые распространенные нарушения совершают судоводители. Я представляю гостя в студии. Александр Старов, начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России, по Самарской области. Александр Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала подведем итоги зимнего и весеннего сезона. Насколько он был для вашего ведомства напряженный? Скажите, есть ли погибшие, ну и, конечно, есть ли спасенные? Ну, зима вообще любое время года для нашей структуры всегда напряженная. Мы, естественно, находимся на боевом посту и всегда готовы оказать помощь. Таких дней, как выходных, именно легких, да, рабочих дней, их практически не существует. То есть мы всегда находимся в боевой готовности и готовы выполнить свою задачу в полной мере. Оказать помощь гражданам как профилактическую, так уже непосредственно в случае какого-то происшествия. В этом году зима была достаточно холодная, то есть лед все-таки был однородный, крепкий, поэтому в зимний период происшествия, к сожалению, были, они происходят ежегодно, но число их уменьшается. Здесь способствуют две вещи. Естественно, это погодные условия, то есть крепкость льда, которая позволяла выходить людям на лед, скажем так, и не происходило происшествия из-за этого, да. И второе, это, конечно, профилактическая работа. То есть мы видим результаты работы, что с каждым годом все меньше и меньше людей выходит, а те, кто выходит, рискуют, но начинают уже соблюдать правила безопасности. То есть не идут рядом, стараются все-таки между собой держать определенную дистанцию. Многие люди ходят только в тех местах, где знают, что крепкий лед, могу сказать, что вот за последние два года практически не было выходов людей, то есть мы не наблюдали, крайне мало было. Это когда лед только начинал становиться, то есть тонкий лед, а люди все-таки дожидались, когда он окрепнет. И да, риск, я еще раз повторяю, любой риск выхода на лед, он всегда значительно высокий, но отдавались отчеты, что тут чуть побезопаснее выйти, поэтому дожидались погодных условий, которые позволят выйти на лед. Ну, все-таки весна еще в этом году была ранняя, и навигация, да, прошла, началась, вернее, раньше сезона, и, соответственно, лед начинал таять. Вот я попрошу привести, может быть, какие-то у вас резонансные случаи, но, может быть, не совсем сильно резонансные, но о которых стоит сказать сейчас и вспомнить вот случаи, которые, чтобы не повторялись, чтобы люди не делали так и не совершали ошибок, которые уже пострадали. Ну, я конкретные случаи не люблю обсуждать, потому что любая гибель человека, не дай бог это ребенка, это все-таки огромное горе и как для родственников, так и просто для людей, вот, которые об этом знают, которые находятся рядом, поэтому конкретные случаи разбирать не считаю необходимым и вообще как-то правильным. Вот, в этом году по весне под лед с детьми, слава богу, у нас не было никаких происшествий, то есть никто не проваливался, происшествие не зафиксировано. Да, были в начале того, в начале этого года как раз, да, когда начинался зимний период, ближе к весне происшествия, но еще раз повторюсь, их становится с каждым днем все меньше и меньше с каждым годом, поэтому здесь граждане начинают отдавать себе отчеты. Замечаются тенденции, что все-таки взрослые родители, взрослые люди, которые находятся с детьми, отдыхают в момент с детьми, производят контроль за детьми, то есть стараются не выпускать их на лед. Я не один раз замечал лично, когда осуществляли там профилактические мероприятия, или просто в выходной день, гуляя с дочерью по набережной, вижу, как уже стараются не выходить на лед, делают замечания родители, что это опасно, нельзя играть около берега, да, около льда, отойди подальше ребенку. То есть вот такие самые простые, примитивные профилактические мероприятия из стороны родителей, да, обучение своего чада, они приводят к положительному эффекту. Вам как профессионалу это приятно? Да, я даже могу сказать, что я каждый раз, когда гуляю с дочерью по набережной, если она видит, что кто-то рядом с водой, она мне спрашивает, пап, там же опасно, туда нельзя ходить. Вот, поэтому когда-то я донес это ребенку, и до сих пор ребенок знает, и всегда мне это указывает, повторяет и говорит. Да, ну а личный пример, как известно, самый положительный. Ну что же, а стартовал летний сезон, с какими изменениями могут столкнуться водители лодок? Изменения в этом году не произошли, все изменения произошли в том году, в начале марта. Да, конечно, мы напомним. Ну, в первую очередь появились виды документов нового образца, это в электронном виде, то есть это как судовой билет на маломерное судно, так и удостоверение на право управления есть в электронном виде, и на бумажном носителе, то есть удостоверение в двух видах выдаются всегда, судовой билет только в одном, только в электронном виде сейчас. Его можно распечататься на бумаге, его можно распечататься либо в подразделении ГИМС, в котором вы обратились за госслугой, либо на любом устройстве, которое есть у вас там в офисе дома. Это очень удобно, не нужно, если вы потеряли документ, не нужно обращаться, он есть у вас в электронном виде, в личном кабинете госслуг, вы оттуда его распечатываете и с собой возите для случая проверки государственным инспектором. Что касается по регистрации, основное изменение произошло в том году, напоминаю, что судно маломерное теперь исключается из реестра, то есть снимается с учета, если простым языком говорить, только в случае его гибели, кражи, пропажи, либо вывоза за территорию Российской Федерации, ну, для уже регистрации. А что значит гибели, простите? Судно может затонуть, пожар мог быть, не дай бог, может быть еще так же. Уничтожение исчезновения? Если человек продает маломерное судно, то новый собственник обязан прийти в течение месяца и зарегистрировать право собственности уже на судно. Раньше для такого действия необходимо было сначала владельцу действующему прийти в орган ГИМС, подать заявление на исключение в связи с продажей, потом передать уже документы новому владельцу, но владелец шел в подразделение, которое ему удобно, регистрировал судно. Сейчас действие сократили, то есть необходимо заключить договор о продаже, новому владельцу просто прийти, уже действующий владелец не обязан приходить, он приходит в любое подразделение, вне зависимости от места жительства, от места прописки, то, которое находится ближе к нему и удобнее для него. Вся запись производится через портал госуслуг, личный прием, конечно, есть, но он, во-первых, в первую очередь принимаются те, кто записались через госуслуги, если есть свободное окно, тогда принимается уже в порядке живой очереди. Не рекомендуем приходить по живой очереди, потому что это как неудобно для госинспектора, потому что создаются очереди, все-таки нагнетаются негативные эмоции, и также для заявителей, да, может простоять неопределенное количество времени. Госуслуги позволяют прийти в указанное время, которое вы выбрали сами. Вы выбираете удобную дату времени, то подразделение, которое вам необходимо, приезжаете в назначенное время и в это время вас принимают. То есть по госуслугам затянуться очередь не может, то есть определенное количество времени на каждого посетителя рассчитано совершенно точно, верно? Да, все верно, да, все это рассчитано, ну, возможно, 5 минут, не более 5 минут. Вот бывают некоторые задержки, но опять же, 5 минут это не такое длительное время. Не 30 и не час. Тем более, как раньше было, когда люди приходили лет 10 назад и занимали очередь за 2-3 часа до открытия подразделения. Сколько маломерных судов у нас в Самарской области? В связи с тем, что в 2022 году были изменены правила регистрации, сейчас можно зарегистрировать маломерное судно в любом подразделении, в любой области. Точное доскональное число, я сейчас сказать вам не могу, но чуть больше 44-45 тысяч маломерных судов зарегистрировано. Александр Валерьевич, какие из вашего опыта самые распространенные нарушения совершают судоводители? Здесь момент еще от времени сезона. Я могу сказать, что сейчас начало сезона, и зачастую судоводители забывают проверить удостоверение на право управления срока угодности. Его не истекли, а следствие о техническом освидетельствовании, то есть ТО так называемое. Эти вот начало сезона увеличивают, да, то есть нарушения в виде как раз срок действия прав, который истек, то есть не имеет права судоводитель управлять маломерным судном, если срок действия истек. Многие проводят параллель, как есть в органах ГИБДД, что продлили на три года, в ГИМСе такого нет, МЧС не продлевал, поэтому отношения не надо производить между водительским удостоверением на машину, на лодку. Все-таки каждое транспортное средство имеет свои правила и свои обязательства. В данном случае, если у вас истек свой угодности удостоверения, вы должны его заменить. А давайте-ка напомним сейчас все сроки, сколько, вернее, через какое время нужно проходить ТО и менять права. Тогда по порядку, с регистрации начнем. То есть, как я ранее уже сказал, зарегистрировать маломерное судно вы обязаны в течение месяца со дня приобретения судна. Вот это первый срок. Далее, по техническому освидетельствованию, ТО проходится раз в пять лет. То есть, вы посмотрите предыдущую дату прохождения технического освидетельствия. Вне зависимости от даты изготовления судна. Вне зависимости. Новое это судно только куплено в магазине. Пять-десять лет этому судну. ТО проводится раз в пять лет для всех маломерных судов. Вы смотрите, если прошло более пяти лет, записывайте, проходит техническое освидетельствование. Рекомендую судоводителям при личном общении. Зачастую бывает, что ТО заканчивается, допустим, на следующий год в июне. И судоводитель откладывает это на следующий год. Май, июнь, ну вообще начало сезона. Все понимают, что любой вид, который имеет сезонность, в начале сезона всегда ажиотаж. Ну, конечно. Естественно, то же самое не исключение являются судоводители и работники КИМС, сотрудники. В начале сезона у нас всегда больше людей, дольше запись. То есть, записывается через неделю. Приходится ожидать. Чтобы это минимизировать ожидания и быть готовым к следующему сезону, можно пройти техническое освидетельствование в сентябре. Заранее? Да, в сентябре, когда практически нету записи, потому что у большинства все-таки... Да, у вас ТО заканчивается в июне пускай, но вам никто не запрещает пройти на полгода раньше. Ну, отметочка-то будет стоять датой сентября, а не полгода. Ничего страшного. То есть, в любом случае сокращается полгода. Сокращается, но техническое освидетельствование проводится, во-первых, раз в пять лет. Во-вторых, без оплаты государственной пошлины. То есть, необходимо просто потратить свое время, которое будет также потрачено в начале следующего сезона. Здесь вы уже помните о своем судне. Вы все-таки эксплуатировали весь сезон. Прошли техническое освидетельствование. И в следующем году, в начале сезона, вам не нужно переживать о документальном уже оформлении всех вот этих моментов. То есть, вы можете сразу приступить к эксплуатации. Не ждать и сократить свое время до выхода на воду. Дальше, что касается удостоверения на право управления. Удостоверение на право управления действует 10 лет со дня выдачи. Даже если на удостоверение нету срока действия. То есть, ну, сейчас уже таких, наверное, не осталось, крайне редко. Был период времени с 2005 по 2010, если мне не изменяет память, когда выдавались удостоверения на право управления без отметки срок действия. То есть, была дата выдачи и все. Но согласно закону СССР, удостоверение действует 10 лет. То есть, с даты выдачи, спустя 10 лет, вы обязаны его заменить. Никаких экзаменов для замены не требуется, потому что зачастую граждане говорят, я учу для того, чтобы сдать экзамены. Да, учить и вспоминать правила – это правильное действие. Всегда нужно обновлять информацию, смотреть, какие нововведения. Можно обратиться к нам, к интернету, также посмотреть СМИ. Мы периодически напоминаем об этом. Но для сдачи вам необходима медицинская справка на годности, что угодно к управлению. Прийти, опять же, в любое густоотделение, которое производит замены. На сегодняшний день на территории Самарской области стали производить замену стверения все подразделения ГИМС. То есть, если мы берем прошлый год, начало этого сезона, было всего два подразделения в Самаре и в Тольятти. А где-то неделю, дней 7 назад произошли изменения. Мы все-таки смогли это изменить. И сейчас производят замену любое подразделение ГИМС в Самарской области. То есть, это намного удобнее. Да, гражданин может обратиться к нам, где ему ближе. Не нужно уже ехать в какое-то отдаленное подразделение. Ну, а техническое обслуживание проводит тоже ваша служба. И нужно тоже приезжать к вам. Каким образом вот это происходит? Ну, и забегая немного вперед, скажу, что каждый добросовестный, наверное, водитель лодки, владелец маломерного судна, если вернее сказать, проводит техническое обслуживание. Это замена масла, проверка двигателя, вообще техническое состояние лодки. Перед каждым сезоном. А что входит в ТО, которое проверяете вы? По техническому обслуживанию все верно вы сказали. Да, это уже делает сам владелец. Либо прибегает с помощью сторонней организации, которая имеет такой опыт, либо это делает сам. По проверке это не каждый год перед началом сезона. Это чаще. То есть, да, в начале сезона меняются масла, производится комплексное большое обслуживание маломерного судна. Но перед каждым началом движения судоводитель обязан проверить техническое состояние лодки. То есть, неважно, это прошло 10 дней, 20 месяцев. Вы каждый раз перед выходом в плавание должны проверить работу двигателя, есть ли течь в лодке, есть ли какие-то повреждения. Особенно, если перевозишь пассажиров. То есть, произвести в любом случае, да, произвести визуальный осмотр. Мы проверяем техническую оснащенность судна. То есть, мы проверяем, в первую очередь, чтобы судно было угодно. То есть, это работа двигателя, перекладка двигателя, руля, да, то есть, есть определенные условия. Выброс вредных веществ, СО2 из двигателя. Наличие средства спасения. То есть, полностью снабжение. А у каждого судна есть, в зависимости от района плавания, от габаритов судна, есть свои нормы снабжения. Они там все прописаны в судном билете. Также их можно посмотреть в приказах МЧС, по техническому освидетельствованию. Проверяем, есть ли какие-то повреждения механические, которые не позволяют данному судну находиться в эксплуатации. Если таких замечаний нет, то, естественно, ставится отметка годности, и судно допускается к плаванию. Ну, к неприятным моментам все-таки приходится перейти. Санкции за нарушение правил какие, и изменились ли они? Санкции не изменились в последние годы. Возьмем самое, опять же, да, распространенное нарушение. Это отсутствие технического освидетельствования. Основная причина у судоводителя – это нет времени. То есть, опять же, почему я говорю, лучше пройти это в конце сезона, потому что это намного быстрее. То есть, раз в пять лет проходит, и все равно причину такую называют премии нет, да? Времени нет, да. Штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Следующее – это, как я уже говорил, удостоверение на право управления, если срок действия истек, от 10 до 15 тысяч рублей. И судно не зарегистрировано в установленном порядке. То есть, если судно не зарегистрировано, штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Но суммарно, если, допустим, все нарушения взять, где-то около пяти детей? Нет, такого нет. Тут тоже кодекс административного правонарушения предусматривает, что в случае, если судоводителем совершено несколько административных правонарушений в один момент, то выносится административный штраф по наибольшему наказанию. То есть, в данном случае, если у вас несколько, ну, наибольшее будет определено, и по нему будет вынесено наказание. Ну, здесь не надо бояться штрафов, нужно просто не допускать этого нарушения. Нет ничего тут сложного и тяжелого. Удостоверение на право управления можно заменить круглый год. Этим можно заняться зимой. Опять же, 10 лет срок можно за месяц подойти, за 30 дней, так и положено, за 30 дней до окончания срока действия, и поменять удостоверение. Это делается намного очень просто в данном случае, через госслуги, опять же, повторюсь. То есть, записывайте, приходите, сейчас, как бы, сам процесс проходит намного легче, чем было несколько лет назад. Да, и быстрее, и, конечно, и быстрее, и нет таких очередей, и не нужно тратить несколько дней на это, как было ранее, прийти, отставить очередь, чтобы подать документы, отставить очередь, чтобы получить. То есть, несколько раз отпрашиваться с работы, большинство все-таки людей работают и не могут только в отпуск успеть это сделать. Поэтому здесь ситуация, и вообще МЧС в данном направлении развивается в пользу заявителей, чтобы им было максимально комфортно и удобно получить государственные услуги. То есть, резюмируя вашу речь, можно сказать, что все сделано для вас, уважаемые судовладельцы, найдите, ну, хотя бы там час, да, времени, запишите на госуслугах, придите, вы и права замените, и если нужно, всю техническую документацию также обновитесь, просто вот найдите, да, время и придите. Хорошо. Пересекать Волгу можно только в определенных местах, и я прошу сейчас вас о них напомнить. Да, у нас пересекается вообще вдоль левого берега городского округа Самары, движение маломерных судов запрещено. Есть выделено 4 места, где разрешено пересечь Волгу, судовой ход и Волгу для подхода к левому берегу, то есть городскому, для погрузки, выгрузки людей, каких-то грузов, то есть что-то крайне необходимое. Это выше 300 метров от пристани Барбошиной поляны, второе место, это ниже спуска улицы Советской Армии 250 метров и ниже 200 метров от пристани лейтенанта Шмидта спуска, то есть тут тоже подход разрешен к левому берегу. Также напротив устья реки Самара, заход как раз в реку Самара и дальше к подходу к берегу. Александр Валерьевич, одно время большой проблемой были скоростные суда и гидроциклы. Скажите, пожалуйста, а сейчас вот инспекторы смогут догнать нарушителей? Ну, во-первых, как бы есть такая проблема с гидроциклами, что на больших скоростях пытаются уйти от нас. В данный момент, в предыдущий год, 22-й год, показал, что мы наладили работу по выявлению таких нарушителей. Во-первых, еще раз повторюсь, прям с радостью это повторяю, каждый год все-таки нарушителей и людей, которые нарушают, становится все меньше. То есть зачастую, когда мы останавливаем гидроцикл, если раньше большинство пытались уехать, то сейчас граждане останавливают судоводители, и мы проверяем документы, далее, если есть какое-то административное наказание, то есть если привлекаем административные ответственности. Но еще остались, к сожалению, недобросовестные судоводители, которые пытаются скрыться. Есть суда у нас, которые могут догнать. Естественно, мы не ошляем погоню в прямом виде, потому что бывают опасные ситуации, чтобы не подвергать дополнительной опасности жизни судоводителя, его пассажир, если дай бог, есть. Поэтому в данном направлении производятся рейды, работаем в несколько судов, зачастую привлекаем и с нами всегда сотрудничают сотрудники Росгвардии. То есть у них тоже есть лодка, лодка Росгвардии. Спасибо большое за помощь, очень большая помощь именно в этом направлении Росгвардии, ГИМСа. И мы совместно, проводя как раз рейды, выявляем таких нарушителей, кто, скажем так, продолжает пытаться нарушать. И определенными маневрами останавливаем, то есть не ошляя уже погоню, а с нескольких сторон, останавливаем и производим уже дальше административное дело производства. Ну и еще один вопрос не могу не задать. К сожалению, что бывают, встречаются и судовладельцы в нетрезвом состоянии. Здесь вот какая статистика, ну и как происходит борьба с такими нарушителями? Ну, статистики, сейчас вам не приведу конкретные цифры, вот, тоже могу сказать, что уменьшение происходит. Здесь, я думаю, повлияло и профилактические мероприятия, и понимание людей, потому что были происшествия, где, скажем так, судоводитель был в нетрезвом состоянии, не везде это было, как бы, доказано, ну, предполагалось так, но с печальными последствиями. И в связи с этим люди понимают, что вот алкоголь, который может быть употреблен на маломерном судне, не срезмерен ценой жизнью, да, и когда ты управляешь судном, а у тебя в лодке находится твой ребенок, ну, адекватные люди все отказываются от алкоголя, даже от минимального количества. Вот, это положительный момент. В плане выявлений, если выявляется судоводитель, который находится в нетрезвом состоянии, у нас на каждом судне есть алкотестер, оборудование, которое проверяет наличие алкоголя в крови, да, то есть выдыхаемого в воздухе, производится это, опять же, с этого года произошло изменение, если в 22-м и ранних годах нам было необходимо минимум два понятых, которые все это должны были зафиксировать, что производило некоторые трудности, потому что надо было их найти, это определенное количество времени, не считая это было удобно, то есть мы затягивали сама процедура. В данный момент нам это необходимо, достаточно видеосъемка. Вот, вышло новое постановление правительства, где сказано, что госинспектор имеет право осуществлять проверку, вот, производя фиксацию видеосъемки, то есть у нас останавливает патрульный суд, проверяет, если, не дай бог, гражданин находится в нетрезвом состоянии. А это сразу видно. Вот, и плюс документально это подтверждается, после этого вставляет административный протокол, и дальше направляется документ в суд для принятия решения, потому что лишить удостоверения на право управления маломерсудным имеет право только судья. Сотрудники ГИМС это не имеют права делать. Ну что же, спасибо большое, наше время подошло к концу. Благодарю вас за те новости, с которыми вы пришли к нам сегодня поделиться. Ну и, конечно, хочется пожелать всем владельцам маломерных судов, да и просто отдыхающим, чтобы все-таки помнили, что вода это тоже зона повышенной опасности, и отдыхать всегда нужно. Что, Александр Валерьевич? Безопасно. Безопасно? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. Хорошего отдыха и, самое главное, безопасного. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова